Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Коротко об основных темах выпуска. Об учении рекрутеров в рамках подготовки к чемпионату мира 2018. С молодыми активистами будет работать тренер из Казани. Театральная лаборатория в Самарте. Пушкинский гробовщик в новом прочтении. Делегация Самарской области во главе с губернатором Николаем Меркушкиным вернулась из Москвы, где приняла участие в совместном заседании Высшего и Генерального совета партии «Единая Россия». На совещании подвели итоги избирательной кампании, сформировали партийную фракцию и определили кандидатуры на ключевые посты в Госдуме. Подробности в нашем сюжете. Со слов благодарности избирателям начал свое выступление в Москве председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев. Теперь, отметил он партии, предстоит самое трудное – оправдать доверие россиян. Он подчеркнул, что общество ждет новых подходов к решению текущих вопросов. Поэтому одна из основных задач – сформировать партию нового типа. За последние годы россияне увидели в «Единой России», цитата, «живую структуру», которая слышит их, готова к открытому диалогу и совместной работе. На заседании выбрали кандидатов от партии на ключевые посты в Госдуме. На пост председателя Госдумы выдвинули Вячеслава Володина. На должность вице-спикеров Дмитрий Медведев предложил Сергея Неверова, Александра Жукова, Владимира Васильева, Ирину Юровую и Петра Толстого. После заседания своим впечатлением об итогах выборной кампании и надеждами на то, как проявят себя депутаты Госдумы от Самарской области в ближайшие пять лет, поделился губернатор Николай Меркушкин. «Понятно, что в этой непростой обстановке предстоит очень-очень много сделать. И я думаю, состав, который мы направили в Государственную Думу, и по одномандатникам, и по партийным спискам, он способен здесь очень достойно отработать все, что будет поручено нашим депутатам. Но и у нас, у себя, местная губернская дума, мы совместно с правительством сделаем все, чтобы те наказы людей, просьбы людей, чаяния людей были максимально реализованы». На заседании Совета партии прозвучало, что Единая Россия должна обеспечить законодательную платформу для ответа на экономические вызовы, стоящие сегодня перед страной. Повышение благосостояния россиян обеспечит политическую стабильность в стране. «Я считаю, что это яркая победа. Почему? Потому что жить-то стало нам сложнее. А в этот период, когда у людей, у многих, и сокращение рабочих мест, и проблема с зарплатами, и многие другие социальные вопросы появились, мы набрали еще много голосов, в том числе победили все наши мандатники в нашей области. И здесь, понимаете, 343 делегата Единой России. Такого не было никогда». Нижняя палата парламента соберется на свое первое заседание 5 октября. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Андрей Горгуленко, Виктория Шарая. События. Заканчивается, не успев начаться. Бабье лето в этом году в Самаре не задержится. Уже со вторника областные синоптики прогнозируют дожди, местами сильные. Дневные температуры в интервале от 9 до 14 градусов. Но в домах самарцев будет тепло. В городе начался отопительный сезон. Готовность коммунальщиков к зиме обсудили на еженедельном совещании в мэрии. Кому жаловаться, если батареи остаются холодными, знает Лариса Шалафаст. Самара готова к холодам на 100%. Сформированы бригады по очистке кровель, готова уборочная техника, подготовленные котельные. Их в городе больше ста. В следующем году в Куйбышевском районе построят новую котельную. Сейчас горячую воду и тепло жители района получают от КНПЗ. Новая котельная будет и экологически безопасной и обеспечит теплом три сотни многоэтажек. В феврале будет готов проект уже с экспертизы. И будет начато строительство этой котельной. Значит, губернаторам поставлена задача, чтобы в сезон 2017 года вошли уже с котельной с новой. Во всех домах города батареи прогреются до 10 октября. После этого в департаменте городского хозяйства начнет работу горячая линия, куда люди смогут обращаться в случае аварии или задержки подключения. Сейчас в первую очередь тепло поступит в социальные учреждения. Пуск тепла в первую очередь, я прошу глав районов, это в больнице, это в дома ребенка, где идет, где находится, скажем, с круглосуточным нахождением либо больных, либо дома ребенка, либо дома инвалидов. У нас есть эти моменты. Я прошу обратить внимание в первую очередь на это. Потом пускаем школы, детские сады. Еще одна важная тема – ремонт дорог. В этом году их в плане больше 70. И на 17 улицах прошел комплексный ремонт. Среди них Волжский проспект, улицы Максима Горького, Осипенко, Красноармейская, Дыбенко и Авроры. Еще по семи дорогам, ремонт которых начался в 2015 году, работы сейчас завершены. Это улицы Ульяновская, Земица, Венцико, Студенческий переулок. Ремонтировали и дороги во дворах. Из 60 запланированных дорог отремонтировали 53, остальные в работе. В рамках дополнительных средств по этому контракту и определенных дополнительных территорий, их 14, из них завершено 6, не приступали к 4, в работе на сегодняшний день находятся 4. Завершить ремонт внутриквартальных дорог планируют до конца сентября. По поручению главы города принимать дороги после ремонта вместе с представителями районных администрации будут и общественники. В следующем году запланировано провести реконструкцию и комплексный ремонт 31 объекта уличной дорожной сети на сумму почти 4 миллиарда рублей. В связи с этим Олег Фурсов поручил увеличить количество компаний по ремонту дорог. Строго следить за тем, чтобы ими соблюдались требования по срокам и качеству выполнения работ. Лариса Шалафаст, Григорий Пельшаков, События. Кировский район Самары в этом году преобразится. В порядок приводят улицы, внутриквартальные проезды. На ремонт направлены деньги из бюджетов всех уровней. Также идет благоустройство дворов. Этой осенью обновят 15 из них. Часть работы уже завершена. Жители и сотрудники районной администрации проверили качество ремонта. Вместе с ними в рейд вышла и Алина Чемерес. Преображение двора на улице Воеводина жители ждали полвека. За десятки лет здесь ни разу не было ремонта. Теперь новый асфальт, бордюры, дополнительные парковочные места общей площадью 1300 квадратных метров. Идешь как в городе, не как. Раньше как в деревне жили. В сапогах, резинах. Сейчас можно в туфельках пройти. Мы довольны. Спасибо. Уже взяты пробы керна. Асфальтового покрытия по качеству замещания нет. По бортовому камню тоже. Остались пожелания жителей. Корчевку пней, которую проводили, мы вывезем за счет средств района. Проведем обрезку поросли. Дополнительно то, что здесь осталось у нас. В следующем году мы, наверное, этот двор будем уже планировать по схеме комплексного благоустройства, по установке дополнительного детского оборудования, установке газонных ограждений. Двор в Кировском районе привели в порядок за полтора месяца. На это потратили 7,5 миллионов рублей. Гарантия на ремонт пять лет в этот период. Все дефекты подрядчик будет устранять за свой счет. За качеством ремонта следили сами жители. С ними предварительно согласовали план работ. Схема ремонта двора была разработана самими жителями с нашей помощью. Мы оказывали им чисто профессиональную помощь в проектировании разработки данной схемы. Передав ее заказчику, она была в этом году реализована. Благоустройство Кировского района проходит комплексно. В этом году планируют отремонтировать 20 улиц, полтора десятка внутриквартальных дорог. Также приведут в порядок 15 дворов. На это из бюджета района потратят 30 миллионов рублей. Завершить работу планируют до 30 октября. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. На пенсии жизнь только начинается своим примером, доказывают жители региона, которые собрались в Самарской филармонии на праздники, посвященном Международному дню пожилых людей. Эти люди создавали славу Куйбышева, как промышленного центра столицы космического, авиа и машиностроения. В Самарской области почти 800 тысяч жителей старше 60 лет. Для пожилых предусмотрены 33 различных вида поддержки. Из областного бюджета на это выделяется около 23 миллиардов рублей. Самарская область стала первой, где стали создавать приемные семьи для пожилых. Сейчас, таким образом, второй дом обрели почти 200 человек. Но многие после выхода на пенсию не сидят, сложив руки. Продолжают активную общественную работу и воспитывают молодежь. Награды из рук губернатора получили сотрудники ветеранских организаций, работники соцзащиты, заслуженные строители. Среди награжденных Владимир Кузнецов, тренер по стрелковому спорту. Он подготовил чемпионов России и мира, победительницу Олимпийских игр в Атланте и сегодня продолжает воспитывать будущих чемпионов. Так удачно получилось, что душа у нас не стареет. Я пока себя чувствую, дай Бог, неплохо. Стараюсь еще работать. Не так все просто, как кажется. Но я уверен, верю в Россию, верю в русский народ и уверен, что хорошие времена придут. Здесь собираются люди, которые на самом деле прошли жизненный путь. Будем делать каждый из вас такой жизненный путь, который может стать примером для сотен, тысяч, а может быть и десятков тысяч людей. Будем делать все для того, чтобы адресно помогать людям. Потому что мы понимаем, что не у всех пожилых людей одинаковая ситуация. Заплати налоги и поезжай на море. Самарские коммунальные системы провели розыгрыш среди добросовестных плательщиков. Тем, кто не имеет долгов в заводу, предоставили возможность поехать в Сочи. Кого же выбрал счастливый случай, знает Марина Матвейшина. Напряженный момент. Каждый из 300 человек в зале надеется поймать удачу за хвост. Добросовестные абоненты, у кого не было долгов в заводу, и они сделали авансовый платеж, участвуют в розыгрыше от компании СКС. На кону суперприз. Поездка на двоих в Сочи. Уже открывай, пожалуйста. Обладатель счастливого номера даже не сразу понял, что речь идет о нем. Удача улыбается ему второй раз в этом месяце. Сначала мужчина выиграл в лотерею, а теперь путевка в Сочи. Акции для добросовестных абонентов СКС проводят регулярно, но с таким серьезным призом впервые. Акция приурочена к юбилею компании. 130 лет Самарского водопровода. Честно говоря, донимал девчонок в вашем филиале на Чернореченской. Говорю, акция будет честная, они уверяли, что честная будет. Я им поверил и поэтому пришел. Поверили и участвовали в акции более 300 добросовестных абонентов. Все они уже получили памятные серебряные сувениры и смогли принять участие в розыгрыше приятных призов. Хочется какого-то позитива в жизнь преподнести. Заплати долги, заплати долги. Уже, мне кажется, у всех настолько в голове это приелось. Хочется, чтобы не просто заплати долги, а заплати долги и пойми, что ты внес свой вклад в какую-то жизнь, в предприятие, которое занимается таким важным делом, как обеспечивает город водой. Это не первое поощрение добросовестных плательщиков. Многие самарцы уже хорошо знают традиционную акцию в Новый год без старых долгов. Но еще лучше весь год жить без долгов и с чистой водой. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов, События. Экономическую тему продолжит наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. В начале недели черное золото дорожает. Сегодня за один баррель марки Brent дают 46 долларов 65 центов. Американская валюта укрепила позиции. На 27 сентября Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 15 копеек. Евро 72 рубля 6 копеек. Золото стоит 2742 рубля. Серебро 40 рублей 70 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 65 рублей 56 копеек. Дороже всего продать за 62 рубля 44 копейки. К 2018 году для российских банков создадут систему защиты от киберпреступников. Жители Поволжья стали чаще брать кредиты. Только в Самарской области с начала года оформили 62 тысячи кредитов. А Автоваз не планирует повышать цены на автомобили. Так что на свежевзятый кредит еще вполне можно урвать отечественное авто. На этом все. Удачи в делах. Конкурс «Учитель года-2016. Глазами детей». На площадке 41-й школы начал работу детский пресс-центр конкурса. Российский этап стартовал в пятницу в Самаре. Здесь же определят пять финалистов. Их имена будут известны 1 октября. Абсолютного победителя объявят в Кремле. Все за кулисьей конкурса будут освещать в том числе и ребята из детского пресс-центра. С юными журналистами познакомилась Марина Матвейшина. Рассказать о конкурсе правдиво, быстро и не скучно. Никита Бай старательно пишет тексты для «Пеликан Дейли». Внутренние газеты конкурса «Учитель года». Издания ежедневные, ожидаемые и читаемые всеми участниками конкурса. А потому сдать статью нужно успеть вовремя. В этом и драйв, и сложность, признается юноша. Во-первых, это, конечно, темп. Потому что темп очень быстрый. Нужно узнавать оперативную информацию. И сразу же ее передавать. Прямо очень быстро. При конкурсе «Учитель года» начал работу детский пресс-центр. Студенты и слушатели школы журналистики могут попробовать себя в деле. Ребята будут выпускать газету «Пеликан Дейли», а также снимать телевизионные новости. Сюжеты будут выходить на официальном сайте конкурса. Всегда на любом конкурсе мы считаем, что должно быть детское жюри и детский пресс-центр, который смотрит совершенно другими глазами, чем взрослые. И на саму систему образования, и на своих учителей. И, может быть, это будущее звезды журналистики, кто знает. Это первый опыт. Каждый день состав редакции будет меняться, чтобы как можно больше детей поработали в пресс-центре. Марина Матвеевшина, Дмитрий Мешканцов, События. Далее коротко о других темах дня. Тело мужчины, пропавшего при столкновении катера и баржи на реке Самары, всплыло неподалеку от места столкновения и было обнаружено очевидцами. Напомним, столкновение катера и баржи произошло вечером 17 сентября. После происшествия один мужчина, находившийся в катере, пропал. Еще два человека были госпитализированы, и двоим госпитализация не понадобилась. Пропавшего мужчину искали 8 дней. На конвейере автоваза работникам запретили перекуры. В сварочном цеху на линии изготовления платформы Б0 введен запрет на 10-минутные перерывы для всех работников. Часть сотрудников теперь сможет перекурить только после окончания смены. Решение принято директором производства. Оно позволит ускорить движение конвейерной линии и повысить темпы производства. Предположительно, данный шаг связан с дефицитом Лада Ларгус. С 3 октября закрывается и большая часть пригородных речных маршрутов. Речь идет о направлениях Самара-Сызрань, Осипенко, Зеленая роща, поляна имени Фрунзе, Подгоры. Кроме того, с 3 октября закрываются следующие остановочные пункты. Пляж имени Фрунзе, Зеленая роща, Осипенко, Средний пляж, Виновка, село Осиновка. Москва, Челябинск, Петербург и Екатеринбург. Четыре молодых режиссера приехали в Самару на 10-ю юбилейную театральную лабораторию. Нестандартное мышление и особое видение классики, которое не портит оригинал. Вот цель проекта. Как за 4 дня можно поставить спектакль, узнала Марианна Мирная. Люди, ползущие по сцене, и не люди вовсе. Мертвецы, которые померещились Андриану Прохорову, ожили не только на страницах пушкинского гробовщика, но и на экспериментальной площадке Самарта. Басы и ноги для ощущения свободы и раскрепощения, минимум декораций. Принцип артисты-коврик не мешает, а даже помогает доподлинно вжиться в образ, который на самом деле далек от тебя, как от человека. Мы на самом деле не думали над этим, над возрастом конкретно делать. Мы просто делали, наверное, больше ощущение старости. То, что внутри некая заторможенность, уже по-другому у тебя воспринимается темп жизни. Ты видишь вообще другие вещи, как старики. Это уже десятая театральная лаборатория молодая режиссура, в которой еще не матерые постановщики могут поэкспериментировать над собственной фантазией. Пушкина нагружать не хотели, признаются актеры. Взяли юмор и таинственность поэта, добавили свое видение, но в целом шли за режиссером. Это был процесс как бы соучастия, то есть общего создания. То есть в первый день мы, грубо говоря, договорились, как, что и о чем мы будем это делать. И потом просто началось сочинительство. И все. И ребята предлагали, и я предлагал, и что-то отметали, что-то брали. За четыре дня с восьми утра и до глубокой ночи насочиняли немало. Появились эскизы Володи Пачехову, холодной осени Бунина и пушкинского гробовщика. Какой-то из набросков наверняка переместится на большую сцену и превратится в полноценный спектакль. А пока за тренинг актеры получают аплодисменты зрителей. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. Полосатый именинник отмечает день рождения. Амурскому тигру-кактусу сегодня исполнилось 9 лет. Поздравить виновника торжества в Самарский зоопарк пришли школьники. Для них провели экскурсию и викторину. В гости к имениннику заглянула и Алина Чемерес. Прогуливаясь по клетке из стороны в сторону, амурский тигр-кактус будто чувствует сегодня праздник в его честь. Чтобы поздравить с днем рождения полосатого именинника, ученики самарских школ с помощью специалистов по аквагриму на несколько часов превращаются в тигрят. В этот день кактусу исполняется 9 лет. По человеческим меркам он в самом расцвете сил. В качестве подарка мясной торт с девятью свечками. С днем рождения! С днем рождения! В Самарский зоопарк амурский тигр попал в возрасте пяти месяцев и сразу начал показывать дерзкий характер, за что и получил свою кличку. Кактус – зверь своенравный, даже в неволе любит охотиться, ловит случайно залетевших в пледку птиц. Здоровье тигра в норме, весит он 250 килограммов. В природе эти животные достигают и более крупных размеров. В природе они днем в основном отдыхают, а ночью охотятся. Они живут вдоль рек в основном, чтобы попить, и рыбу они, кстати, тоже кушают. Питаются они крупными копытными. Амурских тигров более 20 лет назад занесли в Красную книгу. Сегодня это один из самых малочисленных подвидов диких кошек. Всего чуть более 500 особей. И почти все они живут на территории России. Внести свой вклад в увеличение численности сможет и кактус. Сейчас сотрудники зоопарка подбирают кактусу невесту. Сделать это непросто. Тигры участвуют в программе сохранения вида. И прежде чем найти ему подругу, нужно сделать анализ крови. Звери не должны быть близкими родственниками. Когда сюда привезут тигрицу, а сделать это планируют в ближайшие два года, тиграм расширят вольеры, чтобы они здесь смогли растить потомство. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. В Самарском центре городских волонтеров стартует масштабный набор добровольцев, которые будут помогать в проведении Чемпионата мира по футболу. В 2018 году им предстоит встречать участников и гостей международного спортивного праздника. А за оставшееся время они должны освоить эту науку. Первыми за парты сели наставники, так называемые рекрутеры, у которых уже есть опыт подобной работы. С ними пообщался Олег Зверев. Более двух с половиной тысяч волонтеров будут задействованы только в Самаре при проведении Игр Чемпионата мира по футболу. Эта команда должна быть полностью сформирована уже в мае 2018 года, чтобы к самому началу мундиали она могла полностью включиться в работу. А собрать такую команду должны специалисты-рекрутеры. Сегодня в Самаре для них стартовала образовательная программа. Задействованы как самарские тренеры, так и специалисты из Казани, города, который уже имеет опыт организации спортивных мероприятий всемирного масштаба. После универсиады мы провели, во-первых, большинство из наших сотрудников уехало в Сочи, так же, как и волонтеры, и мы уже помогли провести Олимпиаду. Потом был Чемпионат мира по водным видам спорта. Более 30 мероприятий международного уровня уже Чемпионаты мира, Чемпионаты Европы подзюдо, например, в 2016 году. Самарские волонтеры – это всегда очень хорошо обученные, очень эмоциональные, в хорошем смысле дружелюбные командные ребята. В команде рекрутеров программы «Городские волонтеры» 15 специалистов, прошедших предварительный отбор в Тольятти, Самаре и Новокубышевске. У них уже есть опыт в организации крупных спортивных событий и создании волонтерских команд. Здесь, на базе Самарского технического университета, им предстоит получить дополнительные лидерские навыки, изучить критерии, по которым они должны собирать волонтеров. Ну, в первую очередь, из нас делают дружную команду, чтобы мы могли поддерживать друг друга, помогать. И рассказывать о том, как правильно проводить интервью с потенциальными волонтерами, с кандидатами. Зачисление в команду городских волонтеров начнется уже в октябре. Шанс получат все от 16 и старше. Для этого необходимо заполнить анкету на сайте «Волонтер 63.РФ». Название вводится кириллицей. И пройти личное собеседование, задача которого – выявить, насколько кандидат коммуникабелен, знает английский язык и может рассказать о наиболее интересных страницах истории Самары и ее современных достопримечательностях. В середине октября откроется центр городских волонтеров, где начнут свою работу те рекрутеры, которые как раз сейчас проходят подготовку. Он будет работать на базе политеха, то есть Новосадовая 10. Все двери открыты. Мы ждем всех желающих кандидатов для прохождения интервью. Олег Зверев, Максим Гусев. События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте. Я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите Самарские новости спорта. Кросснации 2016 бежит вся Россия. И не только. Чарли и Дэшо из Кении. Иностранные студенты Аэрокосмического университета у себя на родине долго выбирали, какой вид спорта им по душе. Среди футбола, волейбола, каратэ и легкой атлетики выбрали марафон. На Самарском кроссе нации бегут не за рекордными секундами, а ради физкультурной солидарности. Это просто интересно для меня. Как талант. Да, мне нравится. Нравится бежать по пересеченной местности и команде старшеклассников из 164-й школы поселка Береза Самары. 40 парней и девушек все лето готовились к кроссу нации. Учитель физкультуры Сергей Ушковский на личном примере доказал своим ученикам, что здоровый образ жизни – это модно. Сейчас его руки физкультуры прогуливают единицы. Молодежь уже к этому более позитивно относится. И у них больше интереса. Физкультура сейчас входит в массы. Детям нравится. Им хочется показать результат. И все-таки показать другим, насколько они хороши в этом и сильны, скажем так. По традиции Всероссийский день бега кросснации в Самаре прошел на лыжной базе Чайка в поселке Управленческий. Любой желающий выбирал дистанцию по силам – от 1 до 12 километров. Традиционного забега для известных жителей губернии и областной столицы в этом году не было. Все бежали в одном потоке. От другой традиции областная федерация легкой атлетики не отказалась. Устраивает забег, посвященный предстоящим грандиозным спортивным мероприятиям в России. Например, Олимпиада в Сочи. Эта дистанция – 2014 метров. На этот раз бежали кросс на 4 метра длиннее. В этом году в преддверии чемпионата мира, который будет у нас по футболу, 2018 метров мы проводим. Это побегут юноши. Юноши. Массовый забег они побегут. Пригласили на самарский кросс нации и звезд легкой атлетики. Вместе со всеми пробежала дистанцию чемпионка России и Европы Гульнара Ваговская. Все девчонки, мальчишки, участники сегодняшних стартов зажглись, зажглись той идеей массового спорта, профессионального спорта. Главное – участие. И результат немаловажен, потому что без результата невозможно движение вперед. В Самаре свои километры пробежали любители и профессионалы. От первоклассников до пенсионеров. Почти 20 тысяч легкоатлетов. По массовости забега 63-й регион оказался одним из лидеров по этому показателю в России. Впереди только Свердловская область. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго.